Я свою жену называю Псина. Псина? Псина. Хорошее слово, как плевок в лицо. Ну, не вслух про себя, конечно. А надо вслух. Будь по-честному. Ну, во-первых, я интеллигентный человек. Во-вторых, она запросто может врезать. Не дай бог упадет кольцом в глаз у нее на правой руке. Шесть колец. Пальцев пять. Никаких дефектов, ничего лишнего. Я как-то не выдержал, спросил, а почему шесть колец? А она? Я почему пью? Я боюсь случайно убить Псину. Я когда пьяный, я очень добрый. Я не терплю насилия. А когда трезвый, посчитайте, Псина, метро два раза в день, теплая водка, камни в жалочных протоках четыре. Вот когда будет десять, я пойду в ванную комнату и удавлюсь на батарее. Возьму ремень и... А вам не страшно? Мне? Нет. Я представляю, как Псина заходит в ванную комнату, а там я. Скажите, у женщины должны быть усы? Вот у вас растут? Нет, кажется. Потому что она Псина. Вы правы. Мне страшно. Ну, то есть я головой не боюсь, а всем остальным боюсь. Если бы преодолеть этот страх тела, мне кажется, в нем много животного. А надо сражаться с животным в себе. Надо побеждать. А я пока не могу. Я тоже думаю о смерти. Почти каждый день. Не могу перестать. Мне кажется, смерть для особо счастливцев. Избранных. Столько случаев. Обширный инфаркт, авария. Да мало ли всего. Не со мной. Мне кажется, я буду жить до недержания. Я уже буду лежать в мокрой кровати, уже хрипеть с открытым ртом. И только тогда, дай бог, мне дадут эти пять минут, последние пять минут на все про все. А что я вспомнил эти пять минут, Валя? Что? Ничего. Ничего не вспомню, эта жизнь была не про меня. А ведь мне давали шанс.